Всем привет! Подводим очередные итоги недели, информационной недели в фигурном катании, выпуск Ice News. И сегодня мне помогает автор, идейный вдохновитель, директор, босс, главный тренер и по совместительству олимпийская чемпионка Аделина Сотникова. Идейный вдохновитель школы, которую Аделия открыла, Сотка Скул. Конечно, после выхода программы на НТВ, когда Аделина просто взорвала интернет-пространство своей цитатой, что... Не откажусь от успешных фигуристов в моей школе, что ты не будешь отказываться, собственно говоря, от того, если к тебе придут чужие ученики. Ну, скажи... Скажи, я должна отказываться. Тоже верно. Вот, с другой стороны, если я буду приходить... Ну, как бы, я не думаю, что ко мне будут приходить, так как у меня все-таки опыт еще не такого большого нет в моей тренерской карьере, но, тем не менее, откуда я знаю, как моя жизнь сложится и как будет развиваться моя школа? Ты же не знаешь, что будет сегодня, что будет завтра. Кто попросится сегодня, кто попросится завтра. Ну, тем более, у меня тренерский состав хороший. Вообще, думая о том, что ты открыла школу, первое, что приходит на ум, это же адски сложно. То есть, потому что я читала о том, как Евгений Плющенко решил открыть школу, он куда-то пришел к знакомому, ему понравилось, ну, на каток. И говорит, да, открой я школу. У тебя как это было? Нет, я к этому ушла, наверное, уже год-полтора. То есть, мысль меня посещала очень часто, что нужно открывать свое. Да, я могу пойти к тому же Жене Клингерману мне как помощнику, как помощница тренера, но все-таки я решила пойти по сложным пути, попробовать. Я не умру от этого. Мне кажется, наоборот, только будет закаляться мое внутреннее состояние, мой дух. Опять же, все больше и больше. Уже только в другом формате. Ну, ты ведь понимаешь, что многие считают, что олимпийская чемпионка открыла школу, очередную школу фигурного катания, будет рубить бабло. И тут же читаешь, блин, статью Евгения Плющенко, что убытки его школы 12 миллионов рублей в год. Я не буду пока цифры говорить, называть, сколько у меня вошло на открытие школы. Я не считаю это красиво, как бы. Ну, не люблю. Заметьте, я не спрашивала про цифры, она сама. Ой, все, начинается. Давай-ка подводные дамы. Подожди, подожди. В какой-то момент сейчас должен появиться Юрий Дудь, вот где-то вот здесь, с вопросом, сколько ты зарабатываешь? Пока не сколько. Ну, слушай, давай, если серьезно, это ведь, правда, дорого, открыть школу, это дорого. Ну, не дешево. Ну, слава богу, у меня коллаборация с Катком Морозова, поэтому большую часть этого помогает Каток. То есть, понятное дело, что мои средства есть, но спасибо Катку Морозову, что согласились на такую идею. Ну, и помогают в плане того, что лед, зал, сейчас будет все очень красиво, салтка скула. Ну, то есть, попозже, к 5 сентября, думаю, будет уже немножечко другой дизайн внутри школы. Ой, да внутри самого Катка даже, крутяк. Что для тебя самое кайфовое вот в этой истории? Ну, в данный момент, что я смогу отдавать себя детям, во-первых, будут мои группы, две или три группы еще пока не решила. Как раз к 5 сентября решу, но то, что я смогу делиться своим опытом, то, что я прошла, что-то придумывать новенькое, опять же, коллаборация в плане приглашать звезд, опять же, фигурного катания, не фигурного катания, может быть, делать актерские уроки, то есть, вкладывать туда по максимуму. Федор Климов сразу согласился? Ну, недолго, думаю, да. Он все-таки подумал. Я думаю, каждый человек должен подумать, прежде чем согласиться. Тем более, он как второй тренер. Я думаю, это тоже большая ответственность. И все-таки он олимпийский чемпион. Я тебе желаю удачи в твоем новом жизненном пути, на новой дорожке, так сказать. Вот возраст детишек, которых ты тренируешь, все равно есть у кого-то любимый, у кого-то нелюбимый. Не потому, что, блин, ты этих детей не любишь, просто тебе комфортнее работать. Мы набираем чуть ли не с 3-х лет, а моя будет группа набираться с 3-го юношеского разряда. Ну, то есть, постарше, наверное, с 5-6 лет. С 6-7. С 7-ю с 8-ми. 8-9, 10-11. 20 лет можно проходить. Мастера спорта, чемпионы Европы, мира, ЗМС. Всех ждем в сотка скул. Всем рады, всем готовы помочь. Приходите. Вообще, очень круто наблюдать сейчас такой период, когда юные, ну, для меня юные фигуристы, начинают тренерскую деятельность. То есть, такое обновление тренерского штаба сборной России в будущем, это очень круто. То, что вы олимпийские чемпионы, хотя я понимаю, у тебя возможностей огромное количество. Тебе не обязательно было открывать школу, стоять на катке. Ты медийная личность, тебя приглашают в разные шоу, показы, концерты и так далее, и так далее. Но ты молодец в плане, что ты готова стоять на льду и впахивать. Ну, знаешь, я привыкла к этому, наверное, уже. Поэтому все-таки все равно, когда даже сейчас была самоизоляция, то есть ты сидишь дома и просто в каком-то прострации в плане, блин, все-таки хочется, все-таки соскучилась. Поэтому, наверное, все-таки решилась. Но это было непросто. Я очень долго откладывала, очень долго давала заднюю, потому что... Были ответственность. Большая ответственность. Огромная. И риски. Все время берем пример с Аделины, рискуем и идем к своей мечте. Следующая новость. В 2021 году Айсю рассматривает понятие возраста фигуристок, именно девчонок. То есть, чтобы на взрослых они могли выступать не с 15, как сейчас, а с 17 лет. Овсяников за, Ягудин против, Петамышева за, чтобы повысили возраст. Вот ты, как считаешь, вот твое мнение? Я, наверное, за, потому что все-таки хочется видеть побольше, подольше девчонок, которые отдают себя... Ну, которым сейчас по 18, по 19 лет. Потому что, я думаю, у многих есть вопрос, продолжать ли кататься. Потому что, зная, какой состав маленьких, какие они делают элементы, конечно, тяжело будет девчонку. В принципе, вообще тяжело. Фигурное катание вообще, в принципе, штука тяжелая. Да, это 100%. Поэтому я, наверное, за. Я считаю, что это попытка Айсю, вот повышение возраста, еще как способ уравновесить конкурентоспособность других стран. Сейчас мы берем даже чемпионат мира, возьмем чемпионат Европы. Огромное количество лет уже, просто гегемония сборной России в женском одиночном катании. А раньше, когда взрослые катались, там хотя бы в Финляндии, там та же Лаура Лепесто выигрывала чемпионат Европы, Кира Корпия, Эстония, там Лена Глебова. Сейчас никого. Я думаю, что это такого тоже своего рода способ повысить интерес фигурного катания в других странах. Мне с тобой согласна. Я не буду много говорить. Я слушаю ее и соглашаюсь. Какие замечательные гости. Просто я привыкла, потому что гости меня обычно только обижают. Почему? Не знаю. Контрактная работа с тренером. То есть из-за всех вот этих переходов получается та же Друсова, та же Алена, да, Косторная, ушла от Тудберидзе к Плющенко. И, соответственно, ты понимаешь, как из мира фигурного катания, понимаешь, что школа получает деньги за чемпионок Европы, за заслуженного мастера спорта. То есть они фактически, вот как это видит школа, на мой взгляд, то есть уходят не спортсмены, а уходит денежная прибыль в другую школу. И вот активно сейчас обсуждается вопрос, что нужен контракт между спортсменом и тренером. Вот как у тебя это было? Ты уже завершила карьеру, и ты можешь, наверное, рассказать. У меня никогда не было контракта никакого, то есть максимум это то, что я получала зарплату от школы ЦСКА, а с тренером контракта, не знаю, наверное, на тот момент еще не было такого прям ажиотажа переходов, либо вообще, в принципе, либо я просто не вникала в это, и мне, в принципе, не нужно было переходить от тренера, потому что меня все устраивало. Ну, в данный момент... Сложный вопрос. Даже я здесь не знаю, как я буду делать. Ну, смотри, просто у фигуриста в любом случае есть договоренность там с тренером, с какой процент ты ему отдаешь от призовых. Да, понятное дело, что есть, но у меня контракта не было. То есть все так на словах? У меня все на зрительных отношениях, да. То есть все на... На человечности, на доверии. Вот правильно ли это? Да. Вот в нашем 20-21 году, когда и доход увеличивается у фигуристов. Наверное, проживающие немножко другую жизнь, наверное, нужен контракт. Все-таки, да. Хотя, я не знаю, мне кажется, у тренера со спортсменом должны быть такие отношения без контрактов. Все-таки это как-то... У нас немножко другой вид спорта. Не команда, наверное, где есть... Ну, типа не футбол, где ты подписываешь контракт непосредственно с клубом, так и здесь. Но у вас есть контракт с федерацией, от которой вы получаете деньги, оплачиваете. То есть это сборная состоит, что, конечно, есть контракт, да. Есть какие-то пункты, которые тебя там не устраивали в этом? Да, потому что, смотрите, делать контракт между фигуристом и тренером немного неправильно именно в фигурном катании, потому что фигурист от тренера финансовой помощи, там, поддержки не получает. То есть не может быть каких-то вот этих юридических обязательств между этими двумя людьми. А между школой и фигуристом, например, может быть. Мне кажется, вот этот бы контракт между школой и фигуристом, он бы спас, сделал бы вот эту ситуацию с переходом Алены Косторной более плавной, что ли. Я просто не углублялась в это, в ее переход так глубоко, и тебе не могу сказать на этот вопрос ничего, ответить. Простите. Но, в общем, ты считаешь, что контракт между тренером и фигуристом... Я считаю, что это не должно быть, потому что это уже как твоя семья, это как либо папа с дочкой, либо... Зато это может тебя обезопасить от того, что, например, ты можешь прописать в контракте, что я свою тренировку тренируюсь там с вами один на один. Я думаю, никто не читает. И никаких конкуренток. Никаких моих соперниц вместе со мной на тренировке на льду быть не должно. Это уже, наверное, такой должен быть спортсмен. Вреднючий. Капризный, да, что так делать. А капризных спортсменов никто не любит. В профессиональном спорте уж точно. Пинка позадки. И все хорошо. Забавную новость здесь нашла. Загитову включили в японскую семью. Та-дан! Читаю. По мнению СМИ, 18-летнюю фигуристку связывать с Японией любовь к суши собакам Акито Ину. И, значит, много еще к чему. Также авторы материала отметили уважение, с которым Загитова относится к заграничной аудитории, ну, то есть к японцам. И они ее включили, так сказать, в свою японскую семью. Что хочется сказать? Зависть, товарищи Сан, дело неприличное. Алиночка наша, и, мне кажется, она с уважением относится не только к Японии. Мне кажется, ко всему миру и ко всем странам. Нужно относиться с пониманием, с любовью, потому что мы разъезжаем по разным странам, по разным соревнованиям. Ну, вот как тебе вообще эта новость? Включили в японскую семью. Я вначале даже не сразу поняла, думаю. Прикольно, что классно. Я представила, как читает эту новость, родители Алины Загитовой включили в японскую. Дочка, не хочешь в Японию слетать? У тебя там семья образовалась. Доча, что за дела? Что происходит? Нет, я просто понимаю, что в Японии любят всех наших фигуристов, но это, друзья, уже неприлично воровать наших олимпийских чемпионок, которые мы очень сильно любим и никуда отпускать не собираемся. Вот, пожалуйста, Аделина Сотникова, знание здесь, развивает фигурное катание в России и уверена, что Алина Загитова, человек, который любит весь мир, также в скором времени, может быть, конечно, не в этом году, но тоже будет в России и будет радовать именно нас здесь. Вот такие мы собственники. Все, отпускаем Аделину. Спасибо большое. Всем хорошей недели. Я побежала. Все. Я побежала. Ну, я тоже побежала, и не забудьте подписаться на канал Фигурка, потому что все самое интересное только у нас. Вы об этом уже знаете, но я все равно решила напомнить лишний раз об этом. Субтитры сделал DimaTorzok